Теперь оно приходит из глубин моего человечества и скуства, из глубин души, то есть идет от Создателя. Я его принимаю, я ему следую, для чего постоянно преодолеваешься берусь. Други этого ничего у меня не было. Теперь я касаюсь ежедневно. Замаливаю свои грехи и ошибки, грехи родных, близких. Беру на себя смелость, молитву. Про себя говорю? Да. За отпущение грехов всему человечку. Перескалка такой, про себя близких родных и всему человечеству. Если у человека такой в душе, пазы высокие есть, обязательно он преобразуется. И обязательно вокруг него все преобразуются. На фоне темного космоса человек, в правой руке у него посох. На левом плече сидит птица. Птица мудрости, напоминающая одновременно сову и орла. В левой руке, возле сердца, человек на открытой ладони держит белый светящийся шар. У каждого человека есть, должен быть свой белый огонь, который влечет его к благим делам, во имя людей. Вот у тебя огонь зажегся, и ты хочешь поехать в Винишвару, помогать человечеству. У них такая высокая задумка. Менять сознание его человечеству на земле. Это замечательная задумка. Поэтому шармачария у нас молодец. Я все время вспоминаю. Как он и вдруг молится, и вдруг сидит, и вдруг сидит, и вдруг сидит, и яркий тарик. Это был его учитель. Он повис в воздухе на метр от земли, наверное. Они прям распарили друг дружки. И он сказал, с этой минуты, я помолю, на мою учитель. Все, что надо для землян, буду делать под вашим руководством. И не только я, а все, все, кто со мной будет заодно. То есть мы, которые в Гаятри ходят. Все, все, и не только мы, которые ходят в Гаятри, а все. Все, 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 и рядовые люди подключатся к этому. И все будут преобразовываться. А может, и язык вы прав, потому что уже вознесение началось именно потому, что вот эти светлые люди, шармачария, рама-кришна, потому что именно они включили это направление. И мы теперь возносимся именно благодаря им.